ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Удовлетворить в первую очередь тех, кто действительно бьется, борется. И, собственно говоря, если мы говорим на сегодня о наших клубных командах, то у нас потенциально ресурс есть на то, чтобы восполнить то, чего не хватало долгое время. На долгое время именно такой прогноз дают врачи по поводу сразу двух ключевых студентов Алексея Карпенко и Константина Порошина. Отсутствие их на паркете против академиков из Казани в итоге сказалось на результате. Особенно это стало заметно во втором матче серии. В нужный момент университету не хватило запаса, чтобы дожать соперника. Это, так скажем, игра неиспользованных возможностей. То есть все было в наших руках. И вот такое безвольное, можно даже сказать, игроков некоторых, которые не доиграли матч до конца. Проще было бы, говорят игроки, если бы в клубе был необходимый набор медикаментов, закупка препаратов. Тот вопрос, с которым волейболисты хотели бы обратиться к министру спорта. Пока же барнаульцы играют далеко не в оптимальном составе. Отсюда осечки. Медицины вообще никакой нету. Чисто на своих домашних пирогах, так сказать. Хотелось бы немножечко вложения. Искали глазами министра на ВИП-трибуне. Оказалось зря. Чиновник предпочел смотреть матч без пафоса. Правда, к тому времени, как университет стал проигрывать, Алексей Перфилев покинул зал. Возможно, отвлекли важные дела. Команда Ивана Воронкова не берет Казань 2-3. Это во втором матче. В первом, наоборот, празднует победу 3-0. Впереди все так же в домашних стенах. Грозный-Грозный и нередко зажигающая Искра. Все эти команды прямые конкуренты университета за заветную шестую позицию в чемпионате. Кирилл Политов, Николай Шилко. Наши новости.